Еще раз. Мой доклад посвящен мочекаменной болезни, этиопатогенезу, клинике и лечению. Итак, еще раз пару слов про эпидемиологию. Данное заболевание занимает второе место по частоте распространения среди всех урологических на зоологию, вступая в место инфекционным заболеваниям. Средний бюджет США, который тратит на это заболевание, составляет 2 миллиарда долларов в год. Заболеваемость России составляет 520 человек на 100 тысяч населения. Обнаружены корреляции данной патологии с полом. Мужчины болеют в среднем в 3 раза чаще, однако в современности имеется тенденция к выравниванию этого показателя. Данное распределение, возможно, объясняется наличие протективной роли эстрогенов. Также возраст влияет на частоту возникновения. Мужчины в возрасте от 40 до 60 лет болеют значительно чаще, а женщины начинают страдать от этого заболевания в постменопаузальном периоде, что опять-таки подчеркивает защитную роль эстрогенов. Расовая принадлежность заболевания не одинаково представлена среди различных рас. В данный момент это изучается. Климатические условия. Сухой, жаркий климат, пустынь, горы, тропиков значительно повышают камнеобразование у населения. Что же является этиологическим причинам возникновения данного заболевания? Существуют такие вещества, называемые ингибиторами кристаллизации. К ним относятся защитные коллоиды, содержащиеся в норме в моче. Защитными коллоидами могут быть различные белки. Такие как нефрокальцин, уропантин, альбумин, гепарин, гепарансульфат и многие-многие другие. В норме они каким-то образом поддерживают стабильность мочи и препятствуют камнеобразованию. Однако, существуют другие факторы, которые называются предрасполагающими. И они приводят как раз-таки к камнеобразованию у некоторых людей. А также к рецидивированию данного заболевания. Основой возникновения конкремента является пересыщение мочи кристаллообразующими солями. Когда каких-то солей в выделениях становится настолько высоким, что защитные коллоиды не способны справиться со своей функцией. И начинается рост конкремента. Конкремент растет не просто так, а на определенном матриксе, который тоже присутствует в моче. В настоящее время непосредственно определить матрикс невозможно. Он является не кристаллическим компонентом-конкрементом. Но точный состав неизвестен. Известно, что примерно на 60% он обычно состоит из белкового компонента. Может представлять собой, например, слущенный эпитель, на котором начинается рост камня. Инородное тело или просто отфильтрованные белки. Важно то, что он является основой дальнейшего кристаллизации. И на нем, как на затравке, схематично представлены примеры медного купороса, начинает расти конкремент. Какие же у нас встречаются виды конкрементов? В 60% случаев конкремент представляет собой оксалат кальция. Вообще, конкременты, как правило, состоят из кальция. Оксалаты кальция представляют собой твердые, темные образования, которые представлены на данном изображении. У них еще бывают такие характерные шипики, которые способны и часто травмируют мочеводящие пути при отхождении или стоянии. И вызывают локальное кровотечение, что дополнительно окрашивает их в темные оттенки. Здесь также представлено микроскопическое изображение кристалла оксалата кальция. Их для простоты называют формой конверта. В 20% случаев конкременты представлены сочетанием оксалата кальция и гидроксиапатита. 10% представляют собой ураты и струвиты. Струвиты – это аммонифосфат магния. Это уже магниевые камни, которые также бывают в моче. На изображении – желтый урат, фосфат, как правило, белого цвета и темные оксалаты. Здесь подчеркнута форма этих конкрементов. 2% приходится на брушитные камни. И 1-2% представляют собой редкие, но очень тяжелые цистиновые камни, чья структура представлена многоугольниками. Патогенез. Как мы уже говорили, в основе мочекаменной болезни является повышенное выделение какого-то элемента почкой. Так, например, поскольку мы говорили, что самые частые – это кальциевые камни, рассмотрим эту ситуацию. В норме кальция выделяется в количестве примерно 5 ммоль в сутки. У пациентов с гиперкальциурией он выделяется в количестве 7 ммоль в сутки и даже более. Соответственно, каковы причины подобного состояния? В 20-40% случаях гиперкальциурия является абсорбционной. То есть причина лежит в нарушении пищеварительной трубки. Это витамин D3 – опосредованный процесс, когда поступление кальция превышает то, которое должно быть в норме. В 5-8% случаев гиперкальциурия носит почечный генез, то есть нарушен процесс реабсорбции кальция в почках. Подобная ситуация может стать следствием, например, предшествующего воспалительного процесса в почке, травмы почки. И совсем редкая патология 3-5% случаев – это резорбтивная гиперкальциурия, которая является следствием резорбции кости, в основе которой чаще всего лежит первичный гиперпаратериодизм, когда паратгормон стимулирует резорбцию кости и повышение кальция в крови, соответственно, в моче также. Итак, три органа участвуют в обмене кальция – почка, кость и пищеварительная трубка. Гипероксалурия. Причиной камнеобразования может быть также повышенное выделение оксалатов. Причины также бывают несколько. Первая – это идиопатическая гипероксалурия, причина которой до сих пор не установлена точно. Первичная гипероксалурия. Частая патология является следствием аутосомно-рецессивного нарушения. Патология очень тяжело протекает. В крайне раннем возрасте, около 15 лет, уже приводит к развитию необратимой почечной недостаточности. Делятся на два типа. Тип первый и тип второй. Тип первый связан с мутацией в АГТ-ферменте, который превращает глиоксилат в глицин. При нарушении этого пути превращение избытки глиоксилата идут по другому пути метаболизма и превращаются в оксалат, что повышает концентрацию оксалата в крови. Соответственно, в моче также. Тип 2 связан с мутацией в глиоксилат редуктазии, которая осуществляет другой путь метаболизма превращения глиоксилата в гликолат, что также вызывает превращение остатков глиоксилата по пути в оксалат. Энтеральная гипероксалурия является, как правило, следствием хронической стеатарии. В результате повышенное выделение жирных кислот, кальций связывается с выделяющимися жирными кислотами и не связывается с оксалатами, с которыми связывается в норме. В результате свободные оксалаты повышенно абсорбируются в кишечнике, соответственно, их концентрация в крови также возрастает. Следует отметить, что эта форма гипероксалурии самая часто составляет около 60%. Причиной ее, как правило, являются воспалительные повреждения кишечника, синдром короткой кишки и, ставшись сейчас редкой, операция июна или анастомоз, состояние после нее. И, конечно же, бывает пищевая гипероксалурия, когда человек потребляет излишнее количество оксалата. Оксалат содержится в таких продуктах, они представлены на данной картинке. Это орехи, шоколад, чай, шпинат, зелень, клубника и белки животного происхождения. Также есть корреляция со сниженным потреблением кальция у людей, опять-таки по тому механизму, который был описан ранее. Раньше существовало мнение, что есть связь с приемом аскорбиновой кислоты, поскольку она является предшественником оксалата в норме, но сейчас это не подтверждено. Зато есть интересные исследования, которые говорят о том, что гипероксалурия может быть связана с наличием специальной бактерии в кишечнике, носящей название оксалобактер формиген, из которой метаболизирует оксалат по собственному пути и снижает ее абсорбцию в кишечнике. Соответственно, здесь приведены данные, что чаще всего люди, формирующие конкременты, негативны по носительству оксалобактера. Камни мочевой кислоты. Причиной формирования камней мочевой кислоты, как правило, являются три состояния. Прежде всего, это нарушение кислотности мочи, то есть в сторону кислой мочи, низкий pH, также малый объем выделяемой мочи в сутки и гипероксалурии. Также отмечено, что у людей, формирующих камни мочевой кислоты, отсутствуют суточные перепады pH мочи. Так, в нормальном состоянии у человека наблюдается алкалоз после сна и после приема обильной пищи. У таких пациентов этого не происходит. На данной схеме представлены три состояния, которые уже три состояния, приводящие к образованию уратных камней. К низкому объему мочи и снижению pH может приводить опять-таки диарийные состояния. Излишнее потребление животных белков к тоже низкому pH и гипероксалурии, подагра. Метаболический синдром снижает pH мочи. Также мелопролиферативные заболевания и некоторые препараты приводят к гиперурикозурии. Цистинурия. Особый вид, приводящий к мочекаменной болезни. В норме выделение цистина не должно превышать 300 мг в сутки. Обычно у людей оно не превышает 100. С чем связана цистинурия? Она связана с аутосомно-рецессивным заболеванием. Мутация, даже определены гены, в которых есть мутация, не представлены на данном слайде. Поскольку это заболевание генетическое, оно очень рано проявляется. Обнаруживается еще у детей. У детей обычно где-то в возрасте 12 лет и очень тяжело протекает. Оно связано с тем, что в норме аминокислоты свободно фильтруются и полностью реабсорбируются, как правило, полностью в почке. Но при этом заболевании нарушен транспорт аминокислот в кишечнике и почках. Но нарушен транспорт не только цистина, но также лизина, орнитина и аргинина. Почему же происходит образование именно цистиновых камней? Это связано с тем, что цистин наименее растворим в моче по сравнению с другими аминокислотами. Как же проявляется мочекаменная болезнь? Следует отметить, что часто мочекаменная болезнь протекает бессимптомно. И человек даже не подозревает, что является носителем конкремента. Но если мы наблюдаем клинические проявления, то на первом месте, наверное, стоит поставить болевую симптоматику. Причем боль бывает двух типов. Боль может быть постоянной и тупой. Она может быть приступообразной. Она может быть приступообразной, острой. Она и носит название почечной колики. Постоянная тупая боль под собой имеет следующее основание. Она вызвана растяжением капсулы почки. И локализуется обычно в проекции почки, а конкретнее в реберно-позвоночном углу. Это представлено на картинке снизу. И фиолетовым представлена уже иррадиация приступообразной, острой боли. Также приступообразная боль, как правило, делится в зависимости от того, где конкремент находится в мочеточнике. Мочеточник условно делят на три отдела. При нахождении конкремента в верхней третьей мочеточника боль обычно локализуется в области почки с ирадиацией в мошонку. В данном случае задействованы спинномозговые нервы 11-й и 12-й грудной. При локализации в средней третьей мочеточника к вышеперечисленной симптоматике может добавляться еще боль в подвздошной области, особенно в точке Макбернея. Здесь задействованы нервы уже немножко другие, 12-й грудной и 1-й поясничной. В локализацию в средней третьей обязательно нужно проводить дифференциальную диагностику с острым аппендицитом, особенно если мы наблюдаем боль справа. В нижней третьей мочеточника может добавляться в себя предшествующая симптоматика и присутствуют дополнительно симптомы дезурии. Они, как правило, вызваны наличием отека устья мочеточника. Они проявляются учащенным мочеиспусканием, болезненным мочеиспусканием. И стоит помнить о том, что у таких пациентов не существует положения, которое могло бы облегчить страдание больного. Они мечутся, они неспокойно, они ищут такое положение. Другие симптомы, которые также могут присутствовать у пациентов с почечной коликой, это гематурия. Она бывает макро- и микрогематурия. Макрогематурия, соответственно, которую можно увидеть, микрогематурия видна под микроскопом. Гематурия вызвана, как правило, механическим повреждением почки или стенок мочеточника. Часто наблюдается после приступа почечной коликой, когда у нас долго было стояние камня в одном месте, с полной обтурацией. Дальше он продвинулся и, соответственно, скопившаяся кровь начинает вытекать. Также гематурия может быть вызвана венозным пропотеванием, когда почка застойна, увеличена, вены в ней расширены, и через них начинают пропотевать эритроциты. И обязательно нужно помнить, что в 10-15% случаев гематурия, как макро, так и микро, может отсутствовать из-за того, что имеется полная обструкция и просто конкремент не дает жидкости выделяться. Следующий очень важный симптом – это повышение температуры ликоцитоз. Возникает вследствие лоханочно-почечного рефлюкса и попадания заброса в кровь продуктов, находящихся в почке. Лихорадка. Лихорадка очень важна, потому что при диагностировании лихорадки и наличии обструкции это является неотложным состоянием и требует срочной декомпрессии мочевыводящей системы, пока не произошло развитие острой почечной недостаточности. Лихорадка часто может сочетаться с тахикардией, гипотонией и расширением сосудов кожи. Еще одна группа симптомов – это симптомы острого живота. Они возникают вследствие пореза кишечника из-за рефлекторной реакции вегетативной нервной системы. Могут полностью имитировать острый живот. Диагностика проводится на основании жалоб пациента на острую пристопообразную боль в области поясницы, живота, наружных половых органов и или тупую ноющую боль в области проекции почки, гематурии, метеоризм, повышение температуры. Данных анамнеза. Наличие уролитиаза в прошлом. Это очень важно, если пациент уже имел в анамнезе уролитиаз и он знает состав своего конкремента, необходимо это уточнить для подбора правильной тактики лечения. Осмотр. Положительная проба поколачивания и при наличии такой возможности проба пастернацкого. Лабораторных данных. Клинического анализа мочи, крови, концентрационной пробы. Результаты инструментальных исследований. УЗИ, обзорные рентгенограммы, экскреторные урограммы, которые назначаются наиболее часто, а также в некоторых случаях КТ и МРТ. На данном слайде представлена обзорная урограмма брошной полностью. На ней виден конкремент в виде образования в области почки. Но следует помнить, что существуют рентгеннегативные конкременты, которые не могут быть обнаружены с помощью обзорной урограммы. Например, уратные конкременты. Но обзорная рентгенограмма показана, как правило, всем пациентам с почечной коликой. Данный слайд посвящен рентгенологической диагностике цистиновых конкрементов. Они имеют некую особенность. Например, на первом изображении представлена обзорная рентгенограмма. На ней видны множественные слегка контрастные гомогенные конкременты, которые... Цистиновые конкременты не очень контрастны, хотя, в принципе, их можно увидеть. Для уточнения была проведена ретроградная уретропилограмма на следующей картинке. Данный конкремент менее контрастен, чем контрастное вещество. Поэтому на его фоне он выглядит как дефект наполнения, что является в данном случае конкрементом. Аналогично на рентгенограммах могут выглядеть ксантиновые, белковые, уратные конкременты. Ультразвук. Ультразвук является неинвазивной, нетравматичной технологией. Поэтому крайне рекомендованным пациентам в данном состоянии. Показан при конкрементах почек, мочевого пузыря и интрамурального отдела мочеточника. Следует подчеркнуть, что при нахождении конкремента в средней трети мочеточника ультразвуковое исследование не может визуализировать конкремент, потому что мочеточник в своем отделе находится очень глубоко в забрюшинном пространстве. Также с помощью ультразвука мы можем оценить размеры почки. В норме они составляют в длину 90-120 см, в ширину 40-60 см, в толщину до 35 см. Соответственно, при, например, при почечной кольке, размеры почки могут быть увеличены. Что же является признаком конкремента, который мы видим на данных снимках? Гиперхогенные очаги являются конкрементами, которые находятся в данном случае в лоханке. За ними видны коническая или цилиндрическая форма, в зависимости от того, каков был датчик ультразвука, тени позади камня, которые являются тенью камня и показывают область, находящуюся за ним, оттененную. Также на ультразвуке можно увидеть расширение чашечной лоханочной системы и повышение хогенности почной капсулы за счет отека клетчатки вокруг нее. Экскреторная урография очень часто производится при данном заболевании. Имеет свои особенности. В основном снимки производятся на третьей, десятой, двадцатой, сороковой минуте с начала введения внутривенно-контрастного вещества. И в результате мы можем увидеть работу разных отделов мочеводелительной системы в разное время. Но следует также учитывать рекомендации врача, которые могут у пожилых пациентов немножко изменить время. Например, не 10, а через 15 минут. Следует помнить, что экскреторная урография является показателем именно функции мочеводелительной системы. Также есть характерный симптом, называется симптом указующего перста, который представлен на данном слайде. Его суть заключается в том, что на урограмме мы можем увидеть непосредственно место обструкции, потому что дальше этого места контраст просто не проходит. Что характерно, с помощью экскреторной урографии мы можем увидеть рентген-негативные конкременты, что невозможно было сделать, например, на обзорной урограмме. Но есть ограничения. Например, выполнение этого исследования во время приступа почечной колики не всегда целесообразно из-за того, что происходит часто блокирование почки, и почка в принципе не фильтрует мочу. И поэтому мы можем увидеть немую почку и неправильно трактовать данные результаты исследования. На данном слайде представлены компьютерные томограммы. Они также высокопоказательные, но не всегда применяются из-за большого количества облучений, необходимых для проведения. Но дополнительно позволяют визуализировать анатомию чашечной лоханочной системы, иногда провести дополнительную доноситометрию конкремента. Например, визуализация анатомии мочеводящих путей важна при планировании оперативного вмешательства. Что касается лечения данного заболевания. Можно выделить несколько тактик лечения в зависимости от конкретных ситуаций. В первую очередь существует консервативное лечение, в основе которого лежит выжидательная тактика, что конкремент самостоятельно покинет мочеводелительные пути. Также медикаментозное растворение конкрементов. Это применение в основном для уратных конкрементов, которые могут растворяться при воздействии различных медикаментов с течением времени. Экстракорпоральный ДЛТ, современный метод лечения уролитя, за ним будет сказано дальше. Хирургические методы лечения можно условно разделить на эндоскопические вмешательства и открытые вмешательства. Эндоскопические вмешательства бывают трансуретральные. Когда трансуретрально производится литотрепсия, то есть дробление конкремента. И литоэкстракция, то есть удаление его. И перкутанно, то есть через кожу на производится литотрепсия и литоэкстракция. Открытые вмешательства сейчас применяются все реже и реже, поскольку есть другие мини-инвазивные методики. Но все равно в некоторых случаях к ним есть свои показания. Это уротеролитомия, нефролитотомия и секционная нефротомия. Консервативное лечение. В каких случаях мы можем выбрать консервативную выжидательную тактику и, например, не прибегать к хирургическому лечению? Все определяется некоторыми параметрами. Один из основных – это, конечно, размер конкремента. То есть, естественно, чем конкремент меньше, тем больше вероятность того, что он самопроизвольно покинет мочевыводящую систему. Так обнаружено, что конкременты до 4 см в 85% случаев самопроизвольно отходят. 4-5 см уже меньше в половине случаев и конкремент, превышающий 5 см, только в 10%. Также важна локализация конкремента. Так, чем, естественно, ниже находится, тем вероятнее, что он сам выйдет. В верхней трети мочеточника выходит 35%, ко мне в средней трети – 49%, нижней – 78%. Но существуют некоторые состояния, при которых мы не можем выбрать выжидательную тактику, которая требует неотлагательных вмешательств. О них мы уже говорили. Это, например, угроза сепсиса, когда у нас имеется лихорадка и есть угрожа жизни состояния. И нарушение функции почки по данным лабораторных анализов. Большинство конкрементов, которые могут отойти самостоятельно, отходят в течение 6 недель после почечной колики. В чем же заключается консервативная терапия? Консервативная терапия заключает, прежде всего, в обезболивании пациента различными средствами. В основном это НПВС, такие как диклофенак, бупрофен, спазмолитики, которые снимают спазм мочеточника и расширяют его просвет. Это нож по папаверин. Ну, также чисто физические воздействия, такие как грелка и горячая ванна. Как я уже говорила, медикаментозному растворению подлежат уратные конкременты. То есть, если мы точно знаем, что у пациента, например, рецидив уратного камня, то мы можем прибегнуть к подобной тактике. Ну, в первую очередь мы должны воздействовать на те три элемента, которые приводят к уратному уролитиазу. Это низкий объем мочи, поэтому пациенту должно быть рекомендовано обильное питье до 3 литров в сутки, чтобы объем мочи был нормальным. Также необходимо строгое соблюдение диеты с ограничением белковых продуктов, чтобы снизить эпизоды гиперурикоза и мии. И также известно, что PH сильно влияет на образование уратных конкрементов, поэтому эффективно подщелачивание мочи. Для растворения можно применять 6-10 мм калия гидрокарбоната и 9,18 натрия цитрата по 3 раза в сутки. Существуют специальные препараты, где уже подобраны эти концентрации, такие как Блимарен, Солюран, Аллапуринол. Высокоэффективен в данном методе лечения по 300 мг в сутки. Но важно помнить, что химическое растворение уратов из аммонии невозможно. То есть все эти методы будут неэффективны и необходимы какие-то другие способы и тактики лечения. Экстракорпоральная дистанционная литотрепсия. Ее принципом является создание экстракорпорального ударно-волнового импульса, который приводит локально к дроблению камня и последующему самопроизвольному отхождению мелких элементов конкремента, которые уже могут пройти. Наведение импульса на конкремент осуществляется врачом самостоятельно с использованием УЗИ и рентгеновских установок. Преимущество данного метода огромное. Это неинвазивность по сравнению с теми операциями, которые были до него. Он наименее травматичен. Пациент через несколько дней уже может идти домой. Но после него иногда остаются каменные дорожки. Когда так называемые каменные дорожки, когда конкремент был раздроблен неокончательно и остались достаточно крупные его элементы. И они не могут покинуть мочеводящие пути самостоятельно. И тогда можно применять дополнительные какие-то методики. Известно, что если конкремент больше 2 см, то необходима предварительная установка катетера стенд. В среднем для дробления камня необходимо около 1500-2000 импульсов для камня до 2 см. Если камень крупный и этого недостаточно, то для предотвращения травматизации почки можно разбить процедуру на 2 части, например. Через некоторое время продолжить. Здесь представлено видео. Что представляет собой установка для дистанционной литотрепсии? Это стол, на который будет укладываться пациент. Это, соответственно, рентгеновские установки, благодаря которым мы можем прицельно направлять волны. Ну и непосредственно сам литотрептер. Сам оператор находится в другой комнате, чтобы не облучаться. И начинается в среднем где-то около полчаса длиться процедура. Сначала оператор прицеливается, обнаруживает конкремент и дальше направляет литотрептер уже непосредственно в место локализации. Ну, в общем, так все происходит. Здесь представлено уже непосредственно то же видео. Литотрепсия, то, как ее видят. Ну, здесь некоторые проблемы с видео. Ну, в общем, здесь мы видим прицел на конкремент. Видим сам конкремент. И обычно еще раздаются такие характерные звуки для данной процедуры. Вот, собственно, и все, что видит оператор. Эндоскопические методы. Как я уже говорила, их делят на несколько групп. Первое – это трансуретральная литотрепсия и литоэкстракция. В принципе, это заключается в том, что трансуретрально подводится литотрептер и контактным образом начинается дробление конкремента. В чем преимущество данного метода? В том, что у нас есть визуальный контроль того, что происходит. Плюс, если, например, ситуация в том, что у пациента имеется обструкция в нижних отделах мочеточника, и, например, мы точно знаем, что при применении ДЛТ каменная дорожка не сможет пройти, то можно попробовать устранить эту обструкцию с помощью как раз-таки уротероскопа предварительно. Ну и как раз-таки данный метод позволяет ликвидировать каменные дорожки, оставшиеся после дистанционной литотрепсии, то есть сочетания таких процедур. К недостаткам относятся сложности выполнения при некоторых состояниях пациента, таких как аденомопростаты, девиация мочеточника. Осложнения также возможны. Это если произойдет миграция камня назад в сторону почки, может произойти травма и отрыв мочеточника, острый пилонефрит и простатит. Это то, как мы видим мочеточник через уротероскоп. То есть дальше, если мы продвинемся дальше, мы обнаружим конкремент и приступим к дроблению. Но, к сожалению, здесь видео не пошло. Эндоскопические методы перкутанной литотрепсии и литая экстракция. Этот метод наиболее эффективный метод удаления крупных, коралловидных и осложненных камней почек. Его недостатки связаны с инвазивностью и необходимостью наркоза. То есть то, что мы видим на картинке справа, то, что человек находится уже нужен анестезиолог и полная бригада. Более длительная процедура. Соответственно, литотрептер проходит к почке через кожу. Литотрептеры бывают следующими. Ультразвуковой, электрогидравлический, пневматический, электроимпульсный, лазерный. Но наиболее часто используются электрозвуковой, электрогидравлический и лазерный. Осложнения возможны при перкутанной литотрепсии и литоэкстракции. Это повреждение лоханки, если неправильно был выполнен доступ. То есть при перкутанной процедуре вход в чаще лоханочную систему осуществляется со стороны почки, не со стороны почечной ножки, чтобы не повредить сосуды. Потому что еще одно страшное осложнение – это ранение сосудов с кровотечением. Образование гематомы, если происходил затек крови или мочи, тампона до лоханки с густками крови, если дренаж, который был установлен, неадекватен. Этапы операции. Прежде всего устанавливается мочеточниковый катетер обязательно. Дальше производится пункция чашечки и дилатация пункционного хода с помощью металлических телескопических дилататоров. Дальше непосредственно происходит литотрепсия и удаление конкрементов с помощью нефроскопа. И в завершение операции необходимо обязательно нефростомический дренаж, который устанавливается на несколько дней. Открытые операции. Как я уже говорила, в настоящее время они применяются все реже и реже в лечении данной патологии. Но все же о них стоит сказать, потому что есть ситуации, когда они необходимы. Уротеролитотомия. При выполнении в классическом доступе зависит от локализации конкремента. Если он локализуется в верхней и средней третьей мочеточника, то осуществляется доступ по Федорову, который обозначен здесь по цифре 4. Если в нижней трети, то доступ более широкий по пирогу в Израилю. Как я уже говорила, сейчас преимущество остается за лапароскопическими методиками. Но вне зависимости от доступа принцип остается тот же самый, что получив внебрюшенный доступ к мочеточнику, происходит его вскрытие. Удаление конкремента и ушивание дефекта мочеточника. Каковы же в современном мире показания к данной операции? Если она выполняет в сочетании с другими операциями в данной области, то все равно будут производиться эти разрезы и доступы. И после трех неэффективных сеансов ДЛТ и конкременте, превышающим 1,5 см. Пиелолитотомия. Другая открытая операция. Показания к ней. Это сочетанное выполнение сразу нескольких операций, как в предыдущем случае. Необходимость тщательного удаления всех инфицированных камней, когда мы знаем, что камень точно инфицирован и представляет собой опасность в случае эндоскопического дробления. Неудачные, предшествующие многократные попытки ДЛТ и эндоскопических вмешательств. Также техническая невозможность выполнения литотрепсии, например, при наличии неустранимого даже при трансроитеральной процедуре сужения в мочеводящем тракте. В чем же особенность именно пиелолитотомии? В том, что доступ производится через почечную лоханку. Сначала почка освобождается, затем выделяется клетчатка окружающая для лучшего доступа и вскрывается лоханка. Данный вид операции применяется при локализации конкремента именно в лоханке. Ну и конкремент удаляется. Здесь видео, я надеюсь, оно будет работать. Оно не работает. С лапароскопической пиелолитотомией. Ну, в общем, принцип лапароскопической пиелолитотомии совпадает с основным принципом. Просто все осуществляется лапароскопическими инструментами. Секционная нефролитотомия. Ее отличие от пиелолитотомии заключается в том, что доступ осуществляется со стороны ребра почки. Не со стороны лоханки, а со стороны ребра. Ну, каковы показания к ней? При также крыловидных крупных конкрементах, но которые глубоко проникают именно в чашечную лоханочную систему, часто тоже инфицированных. Также многократные неэффективные попытки ДЛТ и контактной литотрепсии. Техника выполнения. Разрез осуществляется в 11-м межреберии. Почка должна быть хорошо и полностью выделена. Техника выполнения. После производится наложение зажима на почечную ножку. С этого момента начинается отсчет времени. 20-50 минут почка может находиться без кровоснабжения. Дальше производится нефротомия по ребру почки с последующим экстракцием камня. Здесь он даже виден на этом изображении. Затем производится ушивание межребничных промежутков и переналожение зажима для проверки на отсутствие кровотечения. Далее ушивается паренхима почки и устанавливается трубчатый дренаж. Но узлы не затягиваются. Они затягиваются только после того, как будет снят зажим с почечной ножки. И почка наполнится кровью и примет свои нормальные размеры. И после этого только могут быть завязаны узлы. Это представлен конечный результат на данном рисунке. В основе тактики лечения должно лежать предупреждение повторного камнеобразования. То есть если у человека случился эпизод камневого деления, он получил конкремент, то обязательно нужно установить причину, по которой он образовался, чтобы предотвратить дальнейшее появление. Для этого нужно обязательно сделать исследование состава конкремента. В зависимости от, с помощью спектрального анализа, который представлен здесь. То есть в зависимости от результатов от пиков, каждый пик соответствует определенному составу, минеральному составу. И после получения состава конкремента мы можем сделать предположение о том, что вызвало данное заболевание. И провести лабораторные исследования для установления, в общем, нарушения метаболизма, которые произошли. Метафилактика уролитеза. Что такое метафилактика? Метафилактика – это как раз ряд комплекс мероприятий, направленные на предупреждение рецидива заболеваний. При кальциуреи, например, могут быть эффективны тиозидные диуретики, которые увеличивают реабсорбцию кальция и, соответственно, уменьшают его выделение с мочой. Но существуют люди с непереносимостью тиозидных диуретиков. Им могут быть рекомендованы бисфосфонаты с той же целью. При брошитных камнях. Они также кальциевые, но со своими особенностями в составе. Могут дополнительно быть назначены препараты магния. Но если назначаются препараты магния, то совместно с препаратами витамина К. И при гипоцитратурии кишечник гипероксалурии назначается цитратная смесь, соответственно, для защелачивания мочи и снижения выделения кальция одновременно. При гиперурикозурии назначается алопуринол, о чем мы уже говорили, и при гипероксалурии передоксин. Например, его недостаточность способна нарушать превращение глиоксилата в глицин. При уратной форме метафилактика примерно повторяет ту терапию, которая направлена на растворение конкремента, также обильное потребление жидкости, диет с ограничением белка, но концентрации подшелачивающих веществ могут быть чуть меньше. Также назначается алопуринол. Алопуринол позволяет ингибировать ксантинооксидазу, которая, причем в двух моментах, участвует в образовании мочевой кислоты. И цистиновая форма, как и особая форма ауролитиаза, метафилактика ее тоже особенная, обильное питье, так же, как при всех видах, до 3-4 литров в сутки. Обязательно подшелачивание мочи, поскольку известно, что цистин более растворим при повышенном pH, причем значительно. Но если это не помогает, то при необходимости, возможно, дополнительная терапия с помощью Д-пенициламин, таких препаратов Д-пенициламин и альфа-меркаптопропионилглицин, каптаприл, типронин, они все переводят цистин в растворимый цистеин, соответственно, снижая накопление цистина. Но каждый из них обладает достаточно сильными побочными эффектами при длительном применении. А те, у кого побочные эффекты ниже, они обычно с более низкой эффективностью. Поэтому здесь нужно очень тщательно подбирать терапию. И следует помнить, что цистиновые конкременты лучше всего фаргментируются при помощи именно ультразвуковой литотрепсии. Спасибо большое за внимание.